В церковь мне сейчас уже все объяснили. Короче, посмотрите, какой пол. Сначала я хочу показать вам пол. Это вообще просто супер масонский. Ребята, короче, браманты, как обычно, да, браманты. Мы наконец-таки зашли в эту церковь, в которую я уже четыре раза входила. В общем, она мне объяснила, когда ты зайдешь, подойдешь к лотарю. Вот смотрите, издалека, издалека, издалека кажется, смотрите, что он большой. Видите? Вот, видите? На самом деле, ребята, это оптическая обман. Представляете? То есть, там вообще нету места. Вот сейчас мы пойдем смотреть. Потом я снова к вам издалека сниму, чтобы понять. Я сама-то немножко не понимаю. Но я уже издалека немножко увидела. А-а-а, слушайте, это вообще... Прикиньте. Вот так вот. Поняли, да? Посмотрите. Тут ничего нету, просто. Ребята, это вообще химик. Подождите, я поставлю. Это очень интересно. Пол. Посмотрите пол. Сейчас я вам покажу вообще вещь удивительную. Слушайте, это правда. Смотрите. Посмотрите, какая цепь. Посмотрите, какие ракушки. Огроменные, ребята. Запах ладаная, хочу сказать. Но потом я уже привыкаю. Я не знаю, я уже тут еще наркотизированная, блин. Ой-ой-ой. Поглядите, какие у нас тут ватры. Какие арки. Какие арки. Какой купол. Вот этот купол настоящий. Посмотрите, вот настоящий купол, да? Кстати, еще есть цветочка, как обычно. Вот. А вот смотрите, подходим к этому. И посмотрите, что мы видим. Посмотрите, что мы видим. Что здесь ничего нет. Видите, как сделано? Видите, как сделано? Видите? Просто плоский. Просто плоский. Видите? Купола нет. Он плоский. Ребята, просто. Вот так нарисовано. В триди. Вот так нарисовано. В триди. Понимаете? Что нам кажется издалека... Вот смотрите, вы сейчас смотрите вот так. Вот отсюда нужно. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Смотрите, как... Видите? Все. Все плоское. Посмотрите. Абсолютно плоское. Абсолютно плоское. Видите? Видите, как сделано? Вниз идет. Удивительно. Вот это финиш. И подходим. Подходим и видим тут. Смотрите. Посмотрите, какой расстояние стены. Посмотрите. Всего лишь. Ничего нет. Там вообще к стене придвинута вообще штука. Туда даже нельзя зайти. То есть максимум 50 сантиметров. Там причем дверь есть или что-то. Там дверь есть, кстати. Вы поняли, да? Такой оптический обман. Пол у нас вообще супер масонский, ребята. Церковь, конечно, эта им досталась хорошенькая. Посмотрите, здесь все украшено. Все. Она богатенькая. Здесь все украшено. Все здесь. Чики-пичи, блин. Там везде статуи стоят. Посмотрите. И яйца золотые. Золотые. Здесь яйца, ребята, золотые. Просто. Так, а смотрите. Все-таки я сейчас сниму. Блин, я так испуговаться готова. Я не видела мою сумку. Смотрите, сейчас я вам покажу. Смотрите, еще раз. Видите, плоско, да? Ну, вы видите, что плоско. Видите, вы уже поняли, да? Вот. Сейчас я вам покажу. Сзади это. И потом пойдем снимать другое. Вот с куполом решим. То есть вы поймете, что это оптический обман. И мы пойдем снимать другое. Вот смотрите. Это супер. Смотрите, мы сейчас отойдем в начале церкви. И посмотрим снова на этот купол. И вы упадете просто. Вы просто упадете от перспективы. Но я уже вижу, блин. И одесса, по-разному, я вижу. Че? Когда я приехал, мне кажется, что-то ротондо. Я блогер, для меня очень важный блогер, я всегда ходу в Сан Викторию, да, я очень бую. Ребята, извините, у меня трясучка, блин, я не знаю, как открыть. Ребята, извините, я трясусь, я русская, практически финлянская, но я живу в Италии на этот темп. Ребята, смотрите, я поставилась, посмотрите, видите, как здесь получается, как будто купол, понимаете? Извините, я вас, конечно, трясу иногда, но вы меня прощаете все, я знаю, я знаю, которые меня любят, точно прощают, видите, как будто купол. Идем, идем, я уже вижу, например, что это плоскость, но кто художник, у кого пространственное мышление, тот увидит. У меня не было раньше такого, а сейчас я вижу, понимаете? Вот вы видите купол, и я в камеру вижу купол, но я на нее смотрю, я знаю, что это уже стена. Вот смотрите, мы идем ближе, мы идем ближе и видим, мы идем ближе, смотрите, и видим, что это просто, что это просто, просто стена. Видите? Вот так вот, вот как здорово сделано. Я считаю, это не обманничаю, это просто вообще сделано классно на самом деле. Это просто сделано классно. Это техники, конечно, искусство, очень шикарно. Видите? Наконец-таки церковь, где можно положить планетку и все светить. Посмотрите, ребята, вернемся к нашим баранам. Посмотрите, какие огромные ракушки, посмотрите, посмотрите. Подождите, у меня тут три минуты всего свет. Я сейчас сниму вам купол. Поглядите, купол какой. Видите, что значит денежка делает. То есть можно положить один евро и тебе освещает три минуты. Видите, какая прелесть. Здесь цветы, вот там цветы вогнутые в Сан-Карло, а здесь вогнутые ребята. И все как-то позолочено, понимаете? Богато-богато. Дышка наружу. Причем у них здесь застеклено, видите? Застеклено. Так, сейчас посмотрим тут фигурки. Тут очень много фигурок, но, как сказать, не успею ее осмотреть. Так, сейчас я хочу вам, знаете, что показать. Вот здесь вот, вот здесь вот мужчина. Но его не видно, а туда не подойти, блин. Да. Тут тоже, видите, в голубе. Ну, яйца вы заметили, да? Ну, вообще, кстати, офигительная эта штука, конечно. Офигительная плоскость это. Вот. Вот. И вот статуи там. Посмотрите, вот это все наши листики, яйца. Посмотрите. Вплоть до верха. Ай, ай. Выключилась. Выключилась. Жалко, я пойду еще один европолазон. Знаете, ну вот, вот сейчас. Посмотрите, какой пол. Посмотрите, какой пол. Поглядите, какие мрамор, ну, какие геометрические фигуры. Ромбы, треугольники. Это к церкви не имеет никакого вообще к религии, никакого отношения. Вот это все ромбическое. Никакого. Не стала бы церковь, если бы церковь делала бы рисунки, она сделала бы какую-нибудь там религиозного плана. А не такой геометр, понимаете? Вот тут прямо все метрическое в этом. И вот, пожалуйста, восьмиугольники наши. Пол шикарный. Посмотрите, какой тут тоже саркофаг. И все, посмотрите, какие огромные ракушки. Просто огроменные. Огроменные. Ракушки везде. Сейчас пойду свищу, снова положу один европолазон. Ракушка там даже, видите, даже на конце этого, ну то есть около пола. И все. Мрамор какой красивый, да. Вот тут везде и детки такие, типа молдит. И все позолоченное. Все в золоте. Все в золоте. Я не понимаю, почему здесь очень большие ракушки. Вы посмотрите, просто огроменные. 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 Огроменные ракушки, посмотрите. Так, пойду еще один европолазон. И хочу вот там сначала снять, а потом пойду уже по другим местам там. Да. Конечно, нет. Вот. Ой, картинка. вот эти вот купили купили так там осветило сейчас пойду пойду а то там три минуты очень быстро кончаются блин она не сказала сюда сходить там видите как здесь видно что это что это видно что это плоскость ребята вообще супер супер я я просто балдею вот смотрите здесь большая вот смотрите видите вот эта раковина которую мы видим в церквях вот смотрите на ней видите вот показано это раковина эти нарисована и вот на ней вот такая структура глядите то есть видите какая должна быть по идее вот эти раковины которые мы видим это вот такая штука такая должна быть по идее так дальше смотрите игрок ракушки руки при освещенности какая прелесть понимаете совсем другое совсем другое можно говорить не шепотом они решили сказали что можно поглядите какие ракушки огромные просто просто огромные как структура освещаетесь сейчас какой-то мужик вроде в костюме в таком нормальном да видите какое тут вообще что за ящик тоже пандоры типа венок и купол обязательно присутствует но это вот эти штуки мол вот эти вот как столы такие саркофаги столы они какие-то механизмы действительно то что они везде в везде во всех базиликах и всех более-менее больших церквях они везде стоят здесь просто ракушки вообще просто посмотрите ракушки огроменные видите вот этих наверно в арках должно быть такое что-то знаю потому что может быть здесь не сняли видите там видите здесь человек один и тот же лицо его одно и то же голубий тут еще один человек но он не наводится суйте а вот то что вот это не наводится я не знаю это не обязательно человек там вроде птицы нет человек но настолько маленько голова что не наводится тут с этим ребенок вообще какой пузырье ну вот что попал бы в этот ай петь выключилась покритите какое тут вообще великолепно методическое и посмотрите как обычно у нас крест комплекс или мальтийский на окошке кстати к полуг ну вот вопрос о том что не вести а вы перказ у них маченого веке вы перказа ультима цена на веке не посиди и страна не посиди и стратегия и чужие Нужно делать презентации. Нет, я нашел 8 хрисы, в отличие от других классов. А, нет, здесь нет. Я нашел, например, в Сан-Лоренце. В Сан-Лоренце есть одна копия из XVI веков. В Сан-Микеле есть еще одна. В Сан-Карло есть еще одна. В Сан-Моризио. А, в Сан-Моризио? А, есть еще одна пренотация? Нет, это не пренотация, но мы решили в Сан-Моризио, где? А, во что? В Сан-Моризио, в подвергом к Палазсо Литте, в подвергом к Сан-Магенда. Да, я знаю, хотя я также привыку к Палазсо Литте. ших, где есть новое цехνα, в Калазсо Литте, во что-то, есть, конечно, есть в подвергом к хрисаме. А, где есть у нас еще два хрисы. , да, там есть к хрисаме. Да, да. Ах, да. Это музей, а хеологический. Еще один из-за этого. Это было, что он сделал в своей жизни. Да, да. Я потом учил, я видел, что есть в других странах, в Лондоне, в Санкт-Петербурге, в Эмитаж. Я сейчас у нас есть много разных стран, но это было уже 8 страны. У меня есть очень интересная цена. А в Сан-Кару. Обычно это в Сан-Михелии. Это в Сан-Михелии. Да, где? В Сан-Михелии? Да, в Сан-Михелии. divorce Déбра В Исск следую. Сан-Назаро, гдеiser? Сан-Назаро,ossen miejscую. С canceled... то есть ли у Дермит, по крайней мере, есть там, во втором и есть один из холода, наcontал ссылка, трансцем ли вниз. Да, он из вести Германия и обезде, что в этом платье есть. Это очень красиво потому что я не всегда установил кто-то. очень очень интересные, но в зале я видел Сан Лоренцо, которая была украшена, на боке, на боке, на боке, на боке, но на боке, очень красиво. Сан Азаро, Сан Мауритсо, Сан Азаро и Кьюзо. Сан Азаро, сан Азаро. И отчастливые. Ребятушки, мы сейчас поговорили об Ульти Махченах, о Тайных Вечерах, он мне сказал еще куда сходить, то есть еще две, в Сан-Надзар он сказал, это Порторомано, то есть опять нам придется возвратиться на Порторомано, значит это, он сказал, там они в особенной позиции сидят, вот, и еще сказал, что Он сказал, что пока она закрыта, но в мае может быть откроют, там это, вот это именно официальная копия, которая абсолютно похожая на настоящую Яна Ардушки и сделана при его жизни, кстати он мне сказал, что здесь нету, он говорит, абсолютно неправильно считать, что во всех церквях есть Ульти Мачена, то есть у них нету, он говорит, это не обязательно, это не Ну, он мне назвал еще, как бы, вот, как сказать, это, еще два, еще две церкви, куда можно сходить Ой, запах, ладно, ну вообще, это, я хочу вам сказать, что, ну тут, понимаете, вот это вот, смотрите, вот, тоже Древний, древний, явно вот этот рисунок, видите, это сделан вообще глиной, понимаете, видите, глиной сделан Очень приятно, дяденька, смотрите, я сейчас посмотрю, если чего-нибудь есть у меня дома Так, я сейчас пойду, сейчас я это выключу и включу новое видео Так, ну пол, пол, ребята, пол, наш истинный, истинный, вот, наконец-таки, мы нашли, где проходит инициация массового сона, понимаете Ладно, все, выключаю это видео, включаем другую